Меньше года назад в нашей программе мы уже поднимали тему загрязнения окружающей среды и рассказывали о том, что Казахстан в буквальном смысле утопает в мусоре. Десятки миллионов тонн отходов и всего десятки мест в огромной стране, где их перерабатывают правильно. Государство ну совсем не экофрендли. Смотрите и судите сами. По данным Ассоциации экологических организаций Казахстана, по итогам первого полугодия 2021 года в стране официально зарегистрировано 2932 действующих мусорных полигона. При этом только 509, а это всего 17 процентов, соответствует экологическим нормам. На остальных бардак. Мусор на них постоянно горит, он выбрасывает в атмосферу парниковые газы и другие вредные химические элементы. К тому же профессионалы говорят, что систематических исследований о том, как токсичные отравляющие вещества влияют на организм и здоровье человека в нашем государстве тоже нет. Между тем, помимо официальных полигонов, в стране существует почти 9 тысяч несанкционированных свалок. И поверьте нам, это настоящий бизнес, где деньги делают из мусора и на который почему-то власти закрывают глаза. Друзья, отдел журналистских расследований в городе Сарагаш, в одном из самых крупных районных центров нашей страны. Сюда мы приехали расследовать очень странную историю, которая произошла с начинающими бизнесменами. Занимаются они санитарной очисткой населенных пунктов, проще говоря, вывозят мусор. Когда молодые предприниматели заходили на рынок, они даже не подозревали, с какими проблемами им придется столкнуться. 20 гектаров земли наша компания «Артеда Групп» приобрела для строительства мусорного полигона и мусоросортировочных комплекса. На сегодняшний день проводятся работы для строительства мусорного полигона и комплекса земли. Именно эта работа проводится. И для этого мы параллельно участвовали в конкурсе ГЧП по санитарно-ортистке района на 5 лет. Назвать компанию Димаша Арзикбаева новенькой на рынке вывоза мусора, конечно, нельзя. И желание участвовать в конкурсе государственного частного партнерства вполне оправданно, поскольку необходимый опыт работники и техника уже были. В 2019-м бизнесмены выигрывали почти 50 миллионный тендер и на протяжении последних четырех месяцев того года очищали сырогаш, который известен на всю страну своими санаториями от отходов и мусора. Это проект ГЧП государственное частное партнерство. Там он подразумевает под собой частные инвестиции, а потом государство возмещает их там в течение пяти лет. Это был долгосрочный проект, потому что сейчас проблема какая была. У нас, допустим, ежегодно, когда проводится НРА, коммунальные компании меняются. В этот период, пока победитель не объявлен, в городе мусор, проблемы становятся. И решили долгосрочный период. Пять лет, десять месяцев. И прошел конкурс. Мы подали жалобу комитет финконтроля. И комитет наши доводы подтвердил. Сделали пересмотр конкурса. И победителем стали мы. После того, как победителем стали мы, переподписали договора. В трехторанном договоре был начальник управления ЖКХ области, мы, наша компания и начальник отдела района ЖКХ. Когда мы пришли до района ЖКХ, он наотрез отказался с нами подписать договор. Мы попросили два дня, три дня подождали. Потом через три дня мы позвонили в антикорротационную службу. Конкурсентр сказали, свои проблемы объяснили. Приехали люди. И он через день-два подписал договор. После этого мы направили письмо. То, что мы готовы приступить к работе. Мы готовы обслуживать район. Но нам последовал ответ, что нет лимита. То, что мы подождали. Сразу отмечу, что события в этой истории начали происходить зимой 2020 года. И тянутся они до сих пор. А лимит, о котором говорит молодой предприниматель Димаш Ирцепаев, значит то, что бюджет каждой области на проекты, осуществляемые в рамках государственного частного партнерства, ограничен. И вот тот самый долгосрочный проект по вывозу мусора в Сарагашском районе Туркестанской области в том году оказался за бортом. Как и бизнесмены, которые планировали построить завод по переработке твердых и бытовых отходов. Как так получилось, мы решили узнать у представителей исполнительной местной власти. В прошлом году от ЖКХ района Сарагаш инициировали проект по ГЧП. Мен келт-тагаиндалгыману, енде 5-й был. А, 5-й был. Я его ГЧП-габы, не ем шкандай. Ну, был проект, который был. Ондай проект был. Прошел месяц, мы ежемесячно писали, писали письма, обращались в Атамикен. И получается, в январе месяце, в январе месяце 2021 года, лимит приказом министра финансов был увеличен. Нам пришло письмо с управления финансов, управления экономики, то, что мы можем приступать к работе. Приложив это письмо, это письмо отправлено было в районный Акимат, в ЖКХ и к нам. Они принципиально не регистрировали нас в казначействе, хотя лимит был увеличен. Лимит увеличили, они не ответили на наши письма. После этого проходит месяц, избирают новый маслехат, и решением этого нового маслехата они решают, что это ГЧП не нужно. На сегодняшний день мы стоим на этом полигоне, вот это все проводилось для одной компании же, Сарагаш Тазал, Сарагаш Турмус. Мы это всегда говорили. И вот мы стоим на этом полигоне, вот этим полигоном управляет эта компания на данный момент. Эта компания больше 20 лет занимается там санитарной очисткой. Но мы увидим ситуацию, мусорный полигон горит. А вообще кто отвечает за вывоз мусора в районе? В районе, бізде общий аудан бойынша 14, оны біз конкурентны середа окул ғамыз. Кімнің өзінің техникасы бар, кімнің тракторы болады, өз солармен келсімшартқа отырат, сөйтетті солар тазылайды өздер. Ауылды оқырқты. Под тендер разыгрывается, как они получают вот эту объем работы? Оған кәзір, шынбайцық, қызыушылық та жоқ. Бізде тариф өте төмен, түрт жүстенге. Бір жаңығы неден абоненттен түрт жүстенге алады. Ол ақтамайды. Ауылдың өзін үйімдастырамыз, е жаңығы ақылы қоғамтық жұмыс қашығатындар бар. Солармен бірге қосыл тазылат қызыртып, сөйтіп амалдабы жатыр. Бірақ, енді, естесін, ана мусорды вовреме тазылайамайды, үлгерамайды. И не объявить конкурс, и никому отдать. И в течение шести месяцев был здесь коллапс мусора. Вообще по всему району, везде мусор лежал, мусор, здесь была мусорка, целый город, это был мусорка. После этого там проходит определенное время, они с определенные деньги, а эти деньги передали каждому аулу. А каждый аул из одного источника уже заключил договор, допустим, с аффилированными компаниями. Ну это понятно, то есть это же легче с одного источника заключить договор, с нужными тебе людьми, и нужны люди, допустим, все, что ты можешь делать. Если раньше по очистке района занималась одна компания, сейчас они разделили, грубо говоря, там разные компании. Это все одна компания, но там все разные ИП сделали, это везде один человек. Но мусор вывозят, да? Один и тот же вывозит человек, в одно и то же место, допустим, вывозят, и просто разные ИПшки, но за ними стоит один хозяин. Второй день пытаемся поймать Акима Асарагашского района. Вчера, говорят, уезжал в Туркестан по очень важным делам. Вот пришли сегодня с утра, посмотрим, может быть, до сих пор в Туркестане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос есть один по поводу проекта, который в прошлом году, если не ошибаюсь, в 2020 году, ваш район, ГЧП, проект ГЧП, стоимость очень большая, больше миллиарда, двухсот миллионов тенге, по санитарной очистке города, района выиграла одна компания. Сейчас они судятся, вы, наверное, знаете, о ком идет речь. Я хотел уточнить, почему этот проект решили свернуть, закрыть, потому что изначально вроде как компания выиграла, а потом так получилось, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга инкогнито. Стоит ли говорить, что приезд нашей съемочной группы наделал очень много шума в городе? А когда стало известно, какой вопрос нас интересует, все вдруг уехали в командировки, ушли в отпуск, принимают участие в важных, неотложных совещаниях. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная сцена на вокзале. Слезы. Цыпленок в дорогу. А нам показалось, что они просто избегали встреч со съемочной группой. Представителя районного масляхата тоже пришлось подождать прилично. Сол, в 2020 году Акимат по ГЧП. Проект ГЧП по санитарной очистке города, города, района. То есть там проект был очень большой, где-то почти на полтора миллиарда тенге. Потом в 2000, через год, почему-то его аннулировали. Ну, было принято решение масляхата. Вы наверняка знаете. Вы сколько лет депутатствуете? Ехали с Ассу. Сол, насилие Турал и Блицевые. Хотел уточнить, почему именно этот проект аннулировали, с чьей подачи. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Варма? Хабардан? А, что начнешь? Материал даймбеда. Бол, хорошо, что делать? Материал даймбеда. А, давай. Отлично. Вот хотели узнать, почему его аннулировали? Казар, теисты кужаттар дакезин. Сол, в институте көреміз. Берегите, айтапирам баннахта. Биже, в этом году, в Сарағаш ауданы, я не знаю, что до этого. Мне не знаю, что я ничего не знаю. Я не знаю, что я ничего не знаю. Почему? Я знаю, что в этот момент, когда мы не будем делать, мы не можем решить. В Сарағаш ауданы, в Сарағаш ауданы, когда мы говорим 14 ауыкар. 14 ауыкар, если вы говорите, что 14 аким вы можете задать ответственность. Вы же принимали участие в заседании, когда решение принимали? Да, да. Есть ли вы? Есть ли вы? Есть ли вы? Есть ли вы? Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. У меня есть ли вы? В этом году, например, у нас есть фирма, например, тести сот орында на архитектуре, и тести сотом шешивали. После того, как они шешивали, они были апелляцией, и апелляцией уже начались. И этот процесс продолжался. А теперь вы не знаете? Нет. Маслихат принял решение о том, что проект не нужен. Для того, чтобы наша компания не работала. Потому что этот бизнес был заточен в одних руках. Это определенно был интерес, люди были. Сколько стоил этот проект? Один миллиард двести миллионов. Один миллиард двести миллионов тенге стоил. Это чисто санитарно, чисто, как города. Помимо этого есть, допустим, биллинг. Это вывоз мусора из частных домов. И еще есть обслуживание бизнеса. Допустим, это частных компаний, офисов, кафе, ресторанов. Там уже отдельная договоренность с частным бизнесом. Так, а люди приходили из Акимата и говорили, ребят, ну вот вы молодые, правил игры здесь не знаете. Давайте вы нам какую-то часть от этого миллиарда двухсот миллионов отстегнете и спокойно работаете. За миллиард двести миллионов такого разговора не было. Потому что изначально, когда мы первый конкурс выиграли, мы там уже не смогли с ними в этом плане договориться. Потому что мы сами узнали, что, оказывается, вот эти откаты у них до 40% доходят. Ну, мы посчитали, как это так, 40%. Если 40% мы откаты, если дают он, после этого 20% ты должен минимум прибыли иметь. Еще плюс у тебя есть налоги, еще у тебя есть, допустим, рабочие. Тогда ты должен на 10% работу свою сделать. Кто-то приходил и говорил это? Конечно, были представители с Акимата. На сегодняшний день там зам Акима района говорил непосредственно. Я лично с ним общался. Он мне так говорил, что лучше отдай этой компании работу. Это же не раз было же. Помимо меня, допустим, каждый год разные компании заходили. И каждый раз, кто выигрывал, их вот так выкидывали с района. И потому что именно это было административное давление. Ресурс. Тут использовался административный ресурс со стороны именно руководства района. То есть, подождите, если правильно я понял, заместитель Акима района приходил к вам и говорил, если ты хочешь работать по этому проекту, отстегни нам энную сумму от... Ну да, на сегодняшний день он сидит под следствием в СИЗО. Вопрос ещё. Где сейчас находится бывший начальник ЖКХ района, который был до нынешнего, и ваш заместитель Акима района? Это вот по ситуации с газом, да, их задерживали? Речь идёт о том самом заместителе Акима, который, как рассказывает Димаш Ширтикпаев, и говорил, что без откадов молодым бизнесменам работать не дадут. Его задержали несколько месяцев назад и инкриминирует ему коррупционное преступление, совершённое ещё в 2013 году. Тогда он был руководителем отдела ЖКХ и подписал акт приёмки магистрального газопровода, строящегося по госзаказу. Причём объект был достроен лишь наполовину, но деньги подрядчик получил все. Как итог, деньги освоены, но голубое топливо в дома жителей 19 населённых пунктов тогда так и не поступило. Проблема решается до сих пор. Что же касается вывоза мусора, то этот вид бизнеса очень прибыльный. И последние 20 лет в районе он находится в руках двух компаний. Сарагаш Тазалык, отвечающий, кстати, за полигон, и Сарагаш Турмоз. И делиться таким вкусным, а главное, доходным пирогом с чужаками в районе никто не собирался. Тайный союз, меча и орала. Это была вообще интересная ситуация. Одной компанией государственно управлял сын, а второй государственно управлял отец. Именно руководитель этой компании, Сарагаш Тазал, он является односельчанином и одноклассником у секретаря Маслихата. Допустим, они родственники и друзья. Да, система запутана здесь. Это еще раз подтверждает мои доводы и то, что я говорил. Еще раз, то, что все делается для одной компании. Все делается ежегодно, чтобы выигрывала одна компания. А для чего это делается? Если эта компания не умеет управлять мусульными полигонами, если эта компания не умеет, допустим, убирать город, допустим. Он сам является депутатом Маслихата. Помимо этой компании, к ней очень много жалоб. И еще, помимо этого, антикоррупционная служба выявила очень много, допустим, хищений у этой компании. Официально, допустим. Было заведено уголовное дело в отношении него и его сына. Тогда вопрос, значит, он же интересен чем руководству? Значит, у них есть взаимосвязь какая-то? Мы проверили сайт государственных закупок и действительно выяснили, что директора компании Сарагаш Тазалок зовут Бахтияр Секеров. А вот, как указано в открытых источниках, зарегистрированный в 2009 году Сарагаш Турмыс, руководит некий Асхад Дархамбаев. Хотя дата свидетельства о госрегистрации на сайте госзакупок значится совсем новая. 27 июля 2021 год. Видимо, после шумихи, которую подняли бизнесмены, начальника быстро сменили. Мало того, наши источники в антикоррупционной службе подтвердили, что дело в отношении директора Сарагаш Тазалок действительно заведено. Мы же отправились на предприятие, чтобы задать вопросы Секерову лично. А заодно узнать, когда будет наведен порядок на управляемом им полигоне. Польгонный полигоны, в нем не знает? Мои польгонные прибыли. Базди это не знает? Мои польгоны и мать, прибыли. Производитель. Телефоны? Полигоны, нет? Да, это полигоны. Полигоны не могут жить в полигон. В осыдании? В осыдании я не могу. А вы осыдании? Я работаю. А вы же руководите ЖКХ. Нужно такой проект? Конечно, нужно. Чтобы одна компания в течение 5 лет вывозила, осуществляла санитарную очистку, но мусор вывозила? Менің өзім ойымда, мусор тазыланат, сететті алт барат ол жерге. Ол жақта переработка жоқ. Блайшатқан сатировка жоқ. Стеклоған стеклоға, баклашқан баклашқаға, сетіп оны абыработка сететін, бізде қазір оны іштеге жоқта. Менің өзім ойым, негіз сол нәрсен, стеклоғырік. Бүйткені, полигоның, размер кәз, үлкейіп кеятылатыр, 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 ол бардак бікпеде береді. А у вас нет, да, завода по сортировке мусор, вообще по району? Мы хотим. Мы хотим. Мы хотим, біз заев күбер батыр. Республика да мекеме бар, бестер, Робтекінсу мекемеге заев күбер батырмыз. Ну вот компания есть здесь одна, они хотели бы построить за собственные средства, если бы они получили... Там же рядом земля с полигоном есть. 20 гектаров, вот полигон, и рядом 20 гектаров земли, как мне рассказали предприниматели, бизнесмены, они выкупили эту землю и хотели строить там завод по сортировке и по мероподке мусора. Самое удивительное, что весь этот бардак никак не совпадает с требованием президента страны решить проблему твердых бытовых отходов. Еще в 2019 году Хасамжумар Тукаев говорил о том, что нужно приводить все полигоны в соответствии с экологическими и санитарными требованиями и повысить инвестиционную привлекательность сферы вывоза и переработки ТБО. При лучшем сценарии сейчас в стране уровень переработки составляет 10%. И как при таких раскладах наша страна, как отражено в концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике, к 2050 году должна довести переработку отходов до 50% непонятно. А вот такие истории, как в Сараваше, где есть люди, готовые очистить город от мусора, построить завод, но Акимат всячески вставляет им палки в колеса, поддерживая местных монополистов, только саботирует поручения главы государства. И здесь хочется напомнить этим людям давно известную истину. Там, где монополия, нет конкуренции, есть застой. И те самые горы мусора, в которых при таком дальнейшем раскладе мы все потонем. Субтитры создавал DimaTorzok